Согласно закону, принятому еще 7 лет назад, собственникам жилья необходимо устанавливать общедомовые индивидуальные счетчики. Однако и сегодня остаются дома, где учет потребления тепла и воды не контролируется. В чем преимущество оплаты коммунальных услуг по показаниям приборов учета, узнала Елена Порыгина. Приборы учета тепловых ресурсов в подъездах и квартирах требования российского законодательства. Но вот некоторых линчан еще надо убедить, что это в их же интересах. Убеждения продолжаются с 2009 года. К сожалению, жители города Ленска, так скажем, халатно отнеслись к закону федеральному 261 об энергосбережении. Я думаю, так как управляющие компании наши, которые непосредственно работают с жителями, с каждым жителем города Ленска в веренном им жилом фонде, мало проводят, так скажем, работу по оповещению вновь вводимых законов, либо об изменении в законах, которые уже существуют. Каждый житель, вот мы с вами, да, как-то должны поглядывать, все-таки почитывать законы. Установка таких приборов окупается, ведь оплата за потребление ресурса производится по факту, а он гораздо меньше, чем усредненная цифра в формуле коммунальщиков. Все управляющие компании берут на себя обязанности по установке и обслуживанию счетчиков. Общие домовые приборы учета наша организация ставит, но не так уж, скажем, много. Если люди принимают решение, что они хотят поставить, мы делаем рассрочку, закупаем, людям потом это, ну, квитанции, об оплате выставляем. Данные приборы не требуют ежегодной замены, они проходят поверку раз в четыре года, ну а заменяются при поломке узлов агрегата. Но разговоры о необходимости экономить ресурсы и финансовой выгоде совсем скоро могут прекратиться. Выходит закон, точнее изменение в постановлении 354-е в вводе повышающего коэффициента на оплату коммунальных ресурсов воду, тепло. Поэтому люди почти в два раза больше будут оплачивать. Те, у кого нет общедомового прибора учета и в квартире прибора учета. Так что необходимость установки счетчиков очевидна не только экономному хозяину, но и законопослушному.